Глава 193, грязный глава 193, беспорядок, как только Санни почувствовала себя невероятно ревнивой, ей вдруг пришла в голову мысль. Если она сделает миссис Ли еще более потрясающей, получит ли она повышение от лисичина? Правильно, прибавка. Солнышко вскочило и выглядело очень энергичной. Су Цинси понятия не имела, как изменились эмоции Санни менее чем за минуту. Увидев, что она расстроилась, а затем взволновалась, Су Цинси почувствовала себя немного странно. В своей прошлой жизни она слышала, что у Санни были некоторые психические проблемы. Может быть, это и правда. Солнышко понятия не имела, о чем думала Су Цинси, занимаясь ее макияжем и укладкой. После того, как Солнышко закончило, прошел почти час. Су Цинси немного устала, но тут же была ошеломлена своим отражением в зеркале, как только Солнышко отодвинулось. Увидев выражение лица Су Цинси, Солнышко торжествующе сказала, «Даже я впечатлена собой. Ты выглядишь божественно, точка. Неужели это действительно она?» Те же черты лица выглядели более тонкими с помощью макияжа. Однако, в отличие от ее обычного внешнего вида, теперь она была более утонченной и элегантной. Су Цинси почти не могла поверить, что она смотрит на себя. Ее волосы были заколоты наверх, за исключением двух волнистых прядей сбоку. Встать! Солнышко поправило платье и присвистнуло. Безупречно! Затем она посмотрела на шею Су Цинси, запястья и мочки ушей. «Нам нужны кое-какие драгоценности, точка. У меня есть некоторые, она просто не носила их много». «Ну и ладно». Солнышко посмотрело на часы и сказала, «Уже пора». «Я отведу тебя вниз, точка». «Внизу?» «Повидаться с вашим мужем». Солнышко действительно с нетерпением ожидало увидеть некоторые выражения на лице Лисичина. Глядя на информацию, которую Чен вы собрали, Лисичин нахмурился и спросил, «И это все?» «Чен ты кивнул?» «Похоже, кто-то намеренно заблокировал или замутнил информацию». «Я смотрел весь Кингстаун, и это все, что я могу найти». Директор приюта, в котором находилась мадам, подумал, что это фотография ее матери, а значит, они должны быть похожи. Так что я могу быть уверен, что Ронг Суан мать мадам. Однако. Чен ты достал другую папку и положил ее перед Лисичином. «Господин Сун и Фань не имеет никакого отношения к госпоже точка». «Тогда как насчет Шен Симина?» «Чен ты был ошеломлен?» «Ты хочешь сказать?» «Дай ему попробовать точка». «А». «Окей». «Если бы это было правдой, то отношения между ними были бы очень запутанными». Сун и Фань и Шен Симин были лучшими друзьями и любили одну и ту же женщину. «Если бы дочь этой женщины была не Сун и Фань, а Шен Сим, это означало бы «самое время», «мистер ли точка». «Пошли отсюда точка». «Когда они вдвоем вышли из кафе, то увидели кого-то знакомого». Сун и Фань была удивлена, увидев Лисичина, но он быстро спросил, «мы можем поговорить?». Лисичин спокойно посмотрел на него и поднял бровь, безмолвно спрашивая. «Это касается Су Цин Цзы точка». Глава 194, ша-ша-ша. «Не двигайся», глава 194, ша-ша-ша, «не двигайся», когда Су Цин Цзы доставили в пункт назначения, было уже шесть часов вечера. Выйдя из машины, она встретила множество пристальных взглядов. Это был первый раз, когда Су Цин Цзы привлек такое внимание на улице. Хотя она была в хорошем настроении, она чувствовала себя немного смущенной. Однако, как бы она ни нервничала, ей нужно было держать себя в руках. С улыбкой Су Цин Цзы выглядела шикарно, но не отстраненно. Чувствуя ревность, солнышко быстро повело Су Цин Цзы в ресторан на дне океана. Это был первый раз, когда Су Цин Цзы пришла в ресторан, подобный этому. Спустившись по лестнице, они вошли в подводный туннель. Окруженная темно-синим цветом, Су Цин Цзы чувствовала себя очарованной. Повсюду вокруг нее плавали рыбы и пускали пузыри, целуя толстые стеклянные стены. Зазвучала романтическая музыка. Это была одна из самых известных мелодий, которую создал песнь Ифань. Войдя в ресторан, Су Цин Цзы впервые увидел огромное пространство с одним столиком посередине. Океанские волны бросали свет на кожу Су Цин Цзы, делая ее еще более великолепной. На обеденном столе горела розовая свеча. Кроме солнечного света, пробивающегося сквозь воду, здесь не было никакого другого освещения. Пианино звучало божественно, как будто Сун Ифань играл на нем сам. Солнышко легонько подтолкнуло ее и сказала, «Миссис Ли, пожалуйста, садитесь сюда. Он будет здесь через секунду точка». Су Цин Цзы кивнула, но потом обнаружила, что солнышко исчезло. Оглядевшись вокруг, Су Цин Цзы заметила, что свет стал более тусклым. Она встревоженно встала, но ее тут же схватили сильные руки. Вздрогнув, Су Цин Цзы захотела бороться. Однако руки удержали ее на месте, и знакомый глубокий голос произнес, «Ша-ша-ша, не двигайся, точка». Су Цин Цзы немедленно успокоилась и облегченно вдохнула. «Ты меня напугал, точка». Лисичен, казалось, издал смешок позади нее. Затем он взял ее за руку и приложил что-то холодное к ее запястью. Су Цин Цзы хотела посмотреть вниз, но он удержал ее подбородок, чтобы остановить. «Не двигайся с места, точка». Затем это были ее мочки ушей. Он был неопытен, но его движения были мягкими. Неужели он надел на нее серьги? Су Цин Цзы почувствовала недоверие. Затем его шея почувствовала холодное прикосновение. Это было что-то тяжелое. Пианино продолжало играть. Однако, прежде чем началась самая известная часть мелодии, она стала «Happy Bird D.». Свет постепенно включался, и музыка становилась все более и более веселой. Затем к роялю присоединились трубы, скрипка и губная гармошка. Когда они стали ярче, Су Цин Цзы посмотрела вдаль и увидела в углу комнаты пожилого джентльмена, сидевшего за пианино. Отпустив ее, Лисичен пошел напротив Су Цин Цзы. Увидев ее спереди, он выглядел устало, но затем быстро поджал губы и прошептал «С днем рождения, дорогая точка!». Глава 195 «Я буду с вами на все ваши дни рождения в будущем». Глава 195 «Я буду с тобой на всех твоих днях рождения в будущем». Лисичен был одет очень официально. Черный смокинг и старомодные карманные часы. Высокий и красивый, как всегда. Стоя перед ней, он выглядел как принц, вышедший из романа. День рождения. Су Цин Цзы была шокирована. Она понятия не имела, что сегодня ее день рождения. А разве нет? Дата на вашем удостоверении личности. Лисичен нахмурил брови. Одному богу известно, как долго он готовился к этому сюрпризу. Су Цин Цзы медленно покачала головой, а затем кивнула, ее глаза увлажнились. Я и понятия не имел. Я никогда раньше не праздновал свой день рождения. Датой на моем удостоверении был день, когда директор детского дома нашел меня, точка. Лисичен сказал тихим голосом, «Это твой день рождения». И я буду с тобой на всех твоих днях рождения в будущем, точка. Су Цин Цзы посмотрела на мужчину, стоявшего перед ней, и ее сердце бешено заколотилось. Он вообще не выглядел взволнованным. Даже он выглядел настолько спокойным, что было трудно поверить, что он только что сказал это. Он все еще был им надменный и холодный человек. Но такая привлекательная. И я буду с тобой на всех твоих днях рождения в будущем. Его голос звучал так, словно он констатировал факт. Однако эти слова были почти обжигающими, оставляя жгучий след в самом глубоком уголке ее сердца. В одно мгновение ее глаза затуманились. Глядя на его серьезное лицо, она попыталась подтвердить то, что он только что сказал. «Да, все до единого». В его голосе не было никаких сомнений. Сердце Су Цин Цзы бешено колотилось, и слезы катились по ее щекам. Встав на цыпочки и раскинув руки, она бросилась ему на грудь. Лисичен был ошеломлен, но быстро обнял ее, и его лицо внезапно стало нежным. «Ты же сказал, что каждый день рождения точка». «Я же сказал, каждый день рождения точка». В своем самом безумном сне Су Цин Цзы даже не могла представить себе Лисичене, обещающего что-то подобное. Лисичен редко давал обещания. Однако, как только он это сделает, он сделает все возможное, чтобы сохранить его. Она знала это о нем. Она прекрасно это знала. Ее слезы намочили его смокинг, Су Цин Цзы шмыгнула носом, и посмотрела ему прямо в глаза, осторожно спрашивая, «Сегодня мой день рождения, да?» Утвердительный ответ точка. «Тогда ты исполнишь мое желание, не так ли?» «Я бы так и сделал точка». Услышав его ответ, Су Цин Цзы отпустила его и робко посмотрела на него, как будто она была ребенком, просящим конфеты, прошептав, «Тогда ты можешь обещать мне, что будешь отмечать только мои дни рождения». «Только не у других женщин». Лисичен был 6-2, в то время как она была 5-4. Она всегда смотрела на него снизу вверх. Лисичен посмотрел на нее сверху вниз, и сердце Су Цин Цзы бешено заколотилось. Она знала, что, вероятно, просит слишком многого. Хотя у нее был только он, у него также был Тан Мэнниен, не так ли? Су Цин Цзы подумала, что он не согласится. Он либо сменит тему разговора, либо просто откажет ей. Однако он пристально посмотрел на нее и только сказал, да точка. Глава 196, потому что он был лисичен, Глава 196, потому что он был лисичен, это слово было для Су Цин Цзы дороже всех денег на свете. Су Цин Цзы чуть не расплакалась и кивнула. Капитан Ли стоял в углу ресторана и с довольным видом дотронулся до подбородка. Однако Шен Симен, который был рядом с ним, сразу же сказал, эта девушка слишком невинна. Разве она не знает, что обещаниям мужчины никогда нельзя доверять? Услышав это, капитан Ли пристально посмотрел на него и хлопнул по плечу, вы знаете, о чьем внуке говорите. Шен Сим немедленно сказал, ваш внук точка. Капитан Ли решил не обращать на него внимания, глядя на свою любимую пару. Видя, что их отношения становятся все лучше и лучше, капитан Ли был доволен своими приготовлениями. Он не такой, как другие мужчины, потому что он мой дорогой маленький внук точка. Шен Симен посмотрел на него с сомнением. Однако много лет спустя, когда Шен Симен говорил Су Цин Цзы о ее желании вернуться в прошлое, она сказала ему с улыбкой, потому что он лисичен. Она доверяла ему только потому, что он был лисичен. К паре подошел оркестр музыкантов из разных стран. Каждый из них держал свои инструменты, кружа вокруг Су Цин Цзы и лисичена, выглядя бодрым. Музыка была веселой, но рояль затих. Поднявшись, Сун Ифань медленно подошел к Су Цин Цзы с улыбкой на лице. Однако только он знал, что по мере того, как он приближался к ней, его улыбка становилась все более и более неохотной. Он чувствовал себя невероятно нервным, даже более нервным, чем в первый раз, когда он вступил в глобальный конкурс пианистов. Лисичен наблюдал за ним. Глядя на лицо Су Цин Цзы, которое было невероятно похоже на его возлюбленную, Сун Ифань сказал, «Цин Цзы, сегодня не только твой день рождения, но и мой точка». Удивилась Су Цин Цзы. Однако, оглядываясь назад, Сун Ифань, казалось, говорила правду. Такое совпадение. Сун Ифань кивнул, его руки дрожали. Даже Су Цин Цзы заметила его беспокойство. «В этот особый день, могу ли я попросить у вас желание на день рождения? От меня, что ли?» Озадачина спросила Су Цин Цзы. Она посмотрела в сторону Лисичина и увидела, что он совсем не удивлен. Он даже слегка подтолкнул ее, словно убеждая согласиться. Окей, точка. Сун Ифань была ее кумиром. Для него было такой честью попросить у нее подарок на день рождения. Выглядя элегантно, Сун Ифань сказала, «У меня нет ни жены, ни ребенка. И у тебя нет ни отца, ни матери. По мере того, как я становлюсь старше, я стремлюсь к компании с детства. Ты будешь готова стать моей дочерью». Сердце Су Цин Цзы застучало почти в горле. Быть его дочерью. Быть дочерью Сун Ифань. Уставившись на Сун Ифань, Су Цин Цзы обнаружила, что он вовсе не шутит. Видя, что Лисичин все еще спокоен, Су Цин Цзы спросила, «Ты знал это?» Лисичин кивнул. Сун Ифань подумала, что Су Цин Цзы не хочет этого, и выглядела немного расстроенной. Тем не менее, он сказал, «Все в порядке, если вы этого не сделаете». Глава 197, «Что это за штука такая трудная?» Глава 197, «Что это за штука такая тяжелая?» «Подожди секунду», прервала его Су Цин Ци. Сун Ифань подняла на нее глаза, но Су Цин Цзы замолчала. «Ваше решение», сказал Лисичин. «Вы мой биологический отец». «Я ведь на самом деле дочь Рон Сюаня, верно?» спросила Су Цин Цзы. Сун Ифань поколебалась секунду и сказала, «Я не знаю». Он не посмел узнать об этом. Он знал, что Лисичин сделал анализ ДНК, но не хотел даже смотреть на него. Су Цин Цзы спросил Лисичиня, «Он мой отец». Лисичин не ответил. Су Цин Цзы колебалась. «Это слишком неожиданно. Может, ты дашь мне немного времени подумать об этом?» «Конечно». Сун Ифань улыбнулась. Она не сказала «нет». Это давало ему надежду. Этого было достаточно. Шэнь Симин подошел к нам с бутылкой шампанского в руке и сказал, «Давайте забудем о тяжелой теме». «Сегодня твой день рождения, и вот тебе». Затем он щелкнул пробкой, и золотая жидкость вырвалась наружу. Налив шампанское в башню из бокалов, Шэнь Симин предложил всем выпить. «Вот с днем рождения». Пока все праздновали, капитан Ли сидел в углу. Ему велели не пить и не слишком волноваться. Вздохнув, капитан Ли сказал себе, «В такой день, как этот, нужны некоторые классики». Он указал на экран и выбрал песню, популярную в его юности. Когда динамики были включены, все замерли и посмотрели друг на друга. Су Цин Ци оглянулась и увидела капитана Ли, сидящего в углу. С улыбкой она подняла свой бокал в его сторону. Поскольку тропические морские существа плавали вокруг них, это был самый романтичный ресторан когда-либо. Однако внезапно через динамик прозвучала избитая песня, «Сегодня хороший день». «Пусть все ваши желания сбудутся». Су Цин Ци не удержалась от смеха, пролив немного своего шампанского на Ли Си Чен. Недовольный Ли Си Чен сбросил смокинг. Однако, глядя на Су Цин Ци, смеющуюся так сильно, он не мог не улыбнуться ей. Крепко обняв ее, Ли Си Чен разделил ее радость. Шан Симин и Сун и Фань тоже засмеялись. Избитая песня продолжалась, и капитан Ли даже подпевал с микрофоном в руке. Это был замечательный день рождения. Су Цин Ци немного перебрала с выпивкой. Ее лицо покраснело, она даже не могла идти прямо. Ли Си Чен держал ее за руку. Выйдя из ресторана, прохладный ветерок заставил Су Цин Ци почувствовать себя немного трезвой. «С тобой все в порядке». Су Цин Ци выпрямилась во весь рост и сказала «Да». Ее голос был слишком громким. Ли Си Чен усмехнулся и обнял ее, прошептав «Тогда я могу показать тебе звезды точка». «Хорошо, отлично». Су Цин Ци обняла его за шею и посмотрела на его красивое лицо затуманенным взглядом. «Как звезды, которые мерцают в небе». Утвердительный ответ «Точка». МММ, рука Су Цин Ци обмякла, когда она медленно соскользнула вниз. Ли Си Чен хотел взять ее на руки, но это было невозможно. Су Цин Ци скользила вниз, как скользкий угарь. В конце концов, ее руки обвились вокруг его талии, и ее лицо в него, Ли Си Чен застыл, когда невероятная волна жара охватила его тело. «Я больше не хочу ходить пешком». «Неси меня», сказала Су Цин Ци с горячим дыханием. Почувствовав, как что-то коснулось ее лица, она похлопала по нему и пожаловалась. Ли Си Чен сглотнул и сказал с подавленным вожделением, «Вставай, точка». «Хорошо». Су Цин Ци последовала инструкциям, но удержать равновесие на каблуках было невозможно. Она тут же вернулась на прежнее место. Ли Си Чен отчетливо ощущал сквозь ткань ее ох такие мягкие губы. «Глава 198. Возьмите вас, чтобы увидеть звезды». «Глава 198. Возьмите вас, чтобы увидеть звезды. Ой, надулась Су Цин Ци». По мере того, как она говорила, твердый предмет становился все больше. Су Цин Ци посмотрела на выпуклость, которая появилась из ниоткуда с ее водянистыми глазами и ткнула в ее кончик пальцем. Ли Си Чен чувствовал себя так, словно он был в огне. Подтянув ее к себе, он простонал, Су Цин Ци тупо уставилась на него. Увидев его свирепый взгляд, она приоткрыла губы, а затем жала их, жалуясь, не будь таким злым. Видя ее взгляд, Ли Си Чен почувствовал еще большую пытку. Сделав глубокий вдох, он положил ее себе на плечо. Су Цин Ци издала крик, используя свои безвольные руки, чтобы ударить его по спине, крича, «Ли Си Чен, что ты делаешь?» «Возвращаю тебя ко сну, точка». «Нет, я туда не вернусь. Я собираюсь увидеть звезды, звезды. Ты же сказал, что возьмешь меня». Ли Си Чен остановился и опустил Су Цин Ци на землю. Су Цин Ци тут же села на песок, не вставая снова, ее глаза были полны слез. Ли Си Чен старался быть терпеливым и уговаривал ее, «Ты слишком пьян, чтобы смотреть на звезды, точка». «Я вовсе не пьян». «Нет, точка». «Тогда кто же я?» «Ли Си Чен». «Неправильный, точка». Су Цин Ци ошеломленно смотрела на него и спрашивала, «Кто же ты тогда?» «Я и есть твоя дорогая, точка». Су Цин Ци безучастно ответила, «Да, точка». «Встать, точка». Су Цин Ци поднялась с пляжа, ее длинные ноги были видны сквозь красное платье, когда она двигалась. Ли Си Чен почувствовал, как у него пересохла во рту и напряглась промежность. Су Цин Ци понятия не имела, какое влияние ее непреднамеренное движение оказало на мужчину перед ней. Встав, она спросила, «Мы будем смотреть на звезды». «Мы, ты увидишь все звезды». Ли Си Чен поднял Су Цин Ци и отнес ее в бунгало у воды, которое он забронировал. Войдя в комнату, Ли Си Чен положил Су Цин Ци на водяную кровать. Тело Су Цин Ци слегка покачнулось на нем, и она покатилась, чувствуя удовольствие. Ли Си Чен вымыл руки, а затем плеснул немного воды на лицо, пытаясь остыть. Однако, оглянувшись назад, он увидел, что Су Цин Ци катается по кровати. Платье упало ей на талию. Ее длинные ноги скрещены, красные каблуки, которые она носила, делают их еще более привлекательными. «Черт возьми!» Ли Си Чен расстегнул воротник и прыгнул в постель. Раздвинув ее ноги и перелезая через нее, Ли Си Чен безжалостно поцеловал Су Цин Ци. Су Цин Ци была удивлена, ее глаза затуманились. Она высунула язык и провела им по его нижней губе. Обхватив его ногами, она непроизвольно выгнула спину. Ли Си Чен сгорел. Поспешно сняв смокинг, Ли Си Чен сорвал с Су Цин Ци новый бюстгальтер. МММ простонала Су Цин Ци от этого ощущения. Глава 199, позаботьтесь о том, что вы начали стон Су Цин Ци заставил Ли Си Чена сойти с ума. Он крепче обнял ее и крепко облизал ее губы. Вскоре Су Цин Ци тяжело вдохнула и прошептала «Не надо!» «Кто я такой?» Тихо спросил Ли Си Чен. Су Цин Ци выглядела смущенной. Видя, что она не отвечает, Ли Си Чен заставил ее посмотреть на него и снова спросил «Кто я?» Су Цин Ци тупо посмотрела на него, задумалась на мгновение, а затем позвала сладким голосом «Мой дорогой!» «А кто твой любимый?» «Так и есть точка!» «А кто я такой?» Ли Си Чен, ах, ее сосок оказался у него во рту, Су Цин Ци схватила Ли Си Чен за руку и захныкала «Смягчать!» «Не целуй меня там, щекотно!» «А как насчет этого места?» «МММ!» «Нет!» «Здесь же!» В какой-то момент Су Цин Ци оказалась топлес, все еще не зная, что происходит. Однако Ли Си Чен внезапно вспомнил кое о чем, а она все еще истекала кровью. Су Цин Ци заметила, что мужчина остановился и хмыкнул. Ли Си Чен отодвинулся, хотел встать, но обнаружил, что его талия связана. «Ты такая дразнилка!» Ли Си Чен снова раздвинула ей ноги. «Ты специально это сделал!» Су Цин Ци усмехнулась, как будто отвечая на его вопрос. Глаза Ли Си Чена потемнели. Однако он не мог оставаться дольше, иначе он мог бы сделать что-то неразумное. Глубоко вздохнув, Ли Си Чен снова попытался отодвинуться. Однако на этот раз Су Цин Ци схватила его за воротник. Уставившись на его эрекцию, торчащую из нижнего белья, Су Цин Ци моргнула. Затем она протянула руку и сжала ее. «Жесткий!» Когда она уже собиралась упасть на кровать и лечь спать, Ли Си Чен схватил ее за руку и стиснул зубы. «Ты слишком непослушный!» Су Цин Ци широко раскрыла глаза, наблюдая, как он раздевается и спрашивает, что ты делаешь. «Снимаешь с меня одежду!» «А ты чего стоишь?» «Вы сами позаботьтесь о том, что начали!» «Открыть рот, точка!» «Нет!» «Я!» Ли Си Чен поймал ее, его голос был полон искушения. Глядя на ее пухлые губы, он убеждал, будь хорошей девочкой. «Открыть рот!» «МММ!» «Глава 200!» «Не могу следить за молодежью!» «Глава 200!» «Не могу следить за молодежью!» «Когда Су Цин Ци проснулась, было уже утро!» Каким-то непостижимым образом она почувствовала невероятную боль в щеках. Потирая лицо, Су Цин Ци почувствовала боль и в шее. Оглядевшись, она не увидела Ли Си Чена. Опустив глаза, она увидела, что ее красное платье переоделось в пижаму. Конечно же, Ли Си Чен помог ей измениться. Но почему у нее болело лицо? Су Цин Ци встала с кровати и пошла в ванную. Внезапно дверь ванной комнаты распахнулась. С Ли Си Чена все еще капала вода, очевидно, только что из душа. Заметив, что Су Цин Ци явно серьезно смотрит на него, Ли Си Чен прищурился. Су Цин Ци посмотрела на него и моргнула. «Утро. Сейчас десять часов, точка. Так поздно. Да, готовься к завтраку, точка. Окей, точка». Ее покорность напомнила ему о ее рабстве прошлой ночью. Его горло сжалось, когда пламя снова вспыхнуло. Су Цин Ци ничего не заметила, потирая лицо и заходя в ванную. Су Цин Ци потребовалось полчаса, чтобы собраться. В то время лицо Су Цин Ци все еще болело. За завтраком дедушка покачал головой. «Что случилось с твоим лицом? Ты продолжаешь тереть его точка». Су Цин Ци выглядела смущенной. «Понятия не имею». Я проснулся и почувствовал боль. Ли Си Чен выглядел спокойным, как всегда, разрезая сосиску на своей тарелке. Он положил сосиску в тарелку Су Цин Ци и тихо сказал, «Попробуй это, точка». Су Цин Ци кивнула. Дедушка это заметил и вдруг о чем-то задумался, сильно кашляя. Ли Си Чен поднял голову и протянул ему салфетку. «Не придавай слишком большого значения вещам. Это не очень хорошо для вашего здоровья, точка». Су Цин Ци озадаченно посмотрела на капитана Ли, а затем на его спокойного внука, очевидно не понимая, что произошло. Капитан Ли взял салфетку и вытер рот. Слегка покраснев, он вздохнул. «Я не могу следить за молодежью, точка». Су Цин Ци смутилась. «А что случилось потом?» У Лисичина была мимолетная улыбка в глазах, когда он сказал, «Ничего. Наслаждайтесь колбасой, точка». «Окей, точка». После завтрака все трое отправились в аэропорт. Это был последний день национального праздника. После выхода из самолета, это было после восьми вечера в Кингстауне. Расставшись с дедушкой, Лисичин отвел Су Цин Ци обратно в свой дом. Няня Ронг знала, что они возвращаются, и приготовила для них ужин. Когда они закончили, она отправилась домой. После праздника и Су Цин Ци, и Лисичин были невероятно заняты. Лисичин был занят работой, в то время как Су Цин Ци. «Ну, Цин Ци, у тебя такое красивое платье. Это должно быть какой-то большой бренд. Вы никогда не носили это раньше». «Я даже не могу сказать, что это за марка точка». «Конечно». «Чин Ци всегда сдержан и настаивает на покупке одежды без логотипов. Если бы мистер Ли не появился в кампусе, чтобы защитить ее, мы бы и понятия не имели, что она миссис Ли точка. Тебе действительно следует быть менее скромной, Су Цин Ци, чтобы мы могли избежать подобной ошибки точка». Су Цин Ци взглянула на своих одноклассниц, которые обычно игнорировали ее. Неужели они пытаются поцеловать ее в задницу? Она еще не привыкла к этому. «Глава 201, что ты без мистера Ли?» «Глава 201, что ты такой без мистера Ли?» Услышав девушек, Су Цин Ци посмотрела на платье, которое было на ней, и сказала, «Мой муж купил его». «Я понятия не имею, что это за марка». Когда она вернулась домой из отпуска, то обнаружила, что ее гардероб заполнен новой одеждой, причем все очень изысканно. Однако, не было никакого способа сказать, какой бренд они были. Ей сказали, что это были последние образцы итальянского дизайнера для его следующих двух сезонов. Ли Сичен купил их все. На лицах девушек отразилась ревность. «Твой муж так добр к тебе, точка». Я и понятия не имела, что мистер Ли может быть таким романтичным, учитывая, как холодно он выглядит. До того, как он женился, многие люди говорили, что он может быть геем. Теперь понятно, что слухи — это чушь собачья точка. Вот именно. И он устраивает для тебя огромную вечеринку. Я уверен, что это стоило очень дорого, точка. Су Цин Цы усмехнулась про себя, пораженная тем, как долго они добирались до сути. Хотя Ли Сичен устраивал вечеринку только для нее, чтобы встретиться с публикой, вечеринка была настолько важна, что все хотели быть приглашенными. Видя, что Су Цин Цы молчит, некоторые торопливые девушки снова сказали, «Су Цин Цы, я слышала, что на вашу вечеринку собираются пригласить много великолепных людей. Я тоже хочу быть частью этого, не так ли?» «И я тоже. Я слышал, что многие бизнес-магнаты будут приглашены. Мы же одноклассники, так что ты мне не откажешь, верно?» «Это я». В классе Су Цин Цы окружали десятки девочек, сидевших посередине. Су Цин Цы молчала, пока не прозвенел звонок. Затем она сказала, «Профессор, здесь точка». Все девушки выглядели смущенными. Такой явный отказ заставил их почувствовать себя неловко. Поскольку профессор действительно был там, им пришлось вернуться на свои места. После того, как они сели, все они ворчали, что она без мистера ли? Выпендриваться вот так. Су Цин Цы услышала это и внутренне усмехнулась. Это были те же самые люди, которые сыграли свою роль в распространении слухов о том, что она была любовницей. Теперь, когда Су Цин Цы была кем-то важным, они хотели использовать ее. Су Цин Цы притворилась, что ничего не слышала, и сосредоточилась на классе. Когда урок закончился, Су Цин Цы сохраняла холодное выражение лица, которое отпугивало тех, кто хотел броситься к ней. Су Цин Цы не попросила Яна забрать ее сегодня, поэтому она медленно вышла из кампуса. Увидев такси, у которого только что загорелась пустая вывеска, Су Цин Цы улыбнулась и подумала, большая удача точка. Ожидая, пока пассажир выйдет, Су Цин Цы стояла неподвижно. Однако женщина средних лет, одетая в дорогую одежду, выскочила из машины и схватила Су Цин Цы за волосы. Нападение произошло так внезапно, что Су Цин Цы была застигнута врасплох. Она попыталась увернуться, но ее волосы уже были в руке женщины. Черт возьми, ты и звездочка-звездочка-царшлюха, спишь с моим мужем. Женщина была очень громкой, привлекая много внимания у переполненных ворот кампуса. Глава 202. Неожиданное несчастье. Глава 202. Неожиданное несчастье. Многие студенты смотрели в эту сторону и, казалось, были шокированы, увидев, что жертвой была Су Цин Цы. А разве это не Су Цин Цы? Ее муж Лисичен. Как это возможно, что она соблазняет кого-то другого? Су Цин Цы схватилась за волосы, она почувствовала сильную боль. Впрочем, джиу-джитсу она выучила не зря. Протянув руку, она схватила женщину за локоть и вывернула его. Ой! Женщина закричала и не смогла удержаться, чтобы не выпустить ее руку. Су Цин Цы быстро убрала ее волосы назад и ударила ногой в живот. Студенты, которые задавались вопросом, должны ли они пойти помочь ей, все взвизгнули, увидев это. Никто и понятия не имел, что Су Цин Цы может сражаться. Женщина приземлилась на землю и широко раскрыла глаза. А потом она разрыдалась. Глупая сука! Ты спишь с моим мужем, а потом бьешь меня. Я убью тебя! Су Цин Цы увидела, как она подбежала, усмехнулась и увернулась. Взяв женщину за руку, Су Цин Цы развернула ее и заставила снова упасть. Ура! Зрители зааплодировали, и женщина почувствовала себя еще более смущенной. В этот момент, следуя за такси, остановились две машины. Несколько женщин вышли из машин и бросились к Су Цин Цы. Чувствуя что-то странное, Су Цин Ци отпустила женщину и хотела убежать. Женщина воскликнула, достань эту суку для меня. Сердце Су Цин Ци остановилось, когда она была осаждена женщинами. Что ты там делаешь? Я же тебя не знаю. Эти женщины явно были хорошими подругами первой женщины. Неважно, знаете вы нас или нет, яростно произнес один из них. Я знаю только то, что вы знаете меня. Такая молодая девушка, как ты, готова стать любовницей того, кто ровесник твоего отца. Как это бесстыдно! Су Цин Цы выглядела еще более мрачной, когда она закричала, о чем, черт возьми, ты говоришь? Может, ты знаешь, кто я такой? Да, семейный саботажник. Ударь ее. Затем все женщины бросились на Су Цин Ци. У Су Цин Ци не было другого способа убежать, поэтому ей пришлось крикнуть зевакам, пожалуйста, приведите стражника для меня. Я Су Цин Цзы. Когда она это сказала, какая-то женщина толкнула ее, а потом навалилась сверху и сильно ударила по лицу. Су Цин Цзы закричала, но тут же была сбита с ног другой женщиной. Ее рука была вытянута, а ноги связаны. Первая женщина встала и сильно ударила Су Цин Цзы по лицу, ты нахуй ударил меня? Я покажу тебе, что у меня есть точка. Девочки, которые наблюдали за происходящим, были немного напуганы. Они хотели помочь Су Цин Цзы, но не осмелились подняться наверх. Несколько студентов вызвали охрану. Лицо Су Цин Ци горело после удара. Внезапно в кармане у нее зазвонил телефон. Женщина быстро схватила свой телефон и увидела на экране дорогая точка. Как это бесстыдно! А потом она сняла трубку. Где же ты? Глубокий голос звучал очень по-взрослому. Услышав этот голос, женщина еще больше разозлилась и выругалась, черт возьми, сколько же у тебя милых детей, сука! Затем она снова ударила Су Цин Цзы громко и ясно. Глава 203, F звездочка звездочка Кей Выкль Глава 203, F звездочка звездочка Кей Ауфли Сичен неторопливо сидел на заднем сиденье. Как только он что-то сказал в трубку, то услышал громкое рычание. Услышав шлепок, Ли Сичен сразу же насторожился и скомандовал, гони быстрее. Внезапная перемена в его тоне встревожила Яна, и машина умчалась прочь. Получив еще одну пощечину, Су Цин Цзы отвернулась в сторону. Действительно хорошенькая. Должно быть, у него есть еще какие-то трюки в рукавах, чтобы обернуть моего мужчину вокруг пальца. Богатая дама несколько раз пнула Су Цин Цзы ногой. Стиснув зубы, Су Цин Ци продолжала молчать. Она холодно посмотрела на лицо богатой леди под густым макижем. Затем она перевела взгляд на других женщин, схвативших ее за руки и ноги. Она бы запомнила их всех. А на что вы смотрите? Бесстыдная сука. Я тебя совсем не знаю. И я не знаю вашего мужа. Голос Су Цин Цзы был немного хриплым, но невероятно спокойным. Ты заплатишь за то, что сделал точка. Ее спокойствие испугало богатую даму, но затем она бросила кучу фотографий в Су Цин Цзы. На фотографиях мужчина средних лет держал за руку хорошенькую женщину, ощупывая ее грудь с непристойной улыбкой. А женщина на фотографии была Су Цин Цзы. Дело не во мне, точка. Только не ты. Посмотри еще раз. Схватив Су Цин Цзы за волосы, богатая дама сказала, а что случилось потом? Что ты здесь делаешь? Охранник в кампусе в конце концов пришел, крича. Однако богатая дама не обратила на него никакого внимания, взяла пачку денег и бросила ее в стражей порядка. Да пошел ты. У меня тут кое-что происходит, точка. Охранник был ошеломлен и быстро сошел с ума, что ты делаешь. Этого мало. Еще одна женщина тоже принесла стражнику немного денег. Я тебе сейчас скажу. Это жена Фу Цзэ Тянь. Она может уничтожить тебя своим мизинцем, точка. Охранник изменил выражение своего лица. Фу Цзэ Тянь. Магнат недвижимости, который мог бы повлиять на город с каждым шагом. Раньше он был самым богатым человеком в Кингстауне, и только недавно его заменил молодой человек. Жена такого человека издевалась над студенткой университета. Должен ли он сделать шаг вперед? Охранник заколебался, и богатая дама усмехнулась, снова ударив Су Цзэ Тянь. Используй свой голос. Разве ты не знала, как использовать свой голос в постели моего мужа? Покажи мне. Позволь мне кое-чему у тебя поучиться. Голос богатой дамы становился все более мрачным, оскорбляя Су Цзэ Тянь сы своими словами и движениями. Су Цзэ Тянь прикусила губу, которая уже начала кровоточить. Глядя на богатую женщину, она усмехнулась, посмотри на себя. Ты же свинья. Я не удивлен, что твой муж не хочет тебя видеть, точка. Богатая дама ощетинилась и прорычала, черт бы тебя побрал, сука. Она высоко подняла руку и попыталась ударить Су Цзэ Тянь Си по распухшему лицу. Однако, когда ее рука уже была готова приземлиться на Су Цзэ Тянь Си, ее локоть был сильно сжат. Боль, которая чувствовалась, как будто ее кости были сломаны, заставила ее закричать. Выброшенная за борт, богатая женщина упала на землю. Глава 204. Дорогая, это больно. Глава 204. Дорогая, это больно. Ой. Богатая женщина упала на землю с несчастным видом. Она оглянулась и увидела красивого мужчину, появившегося из ниоткуда. Он выглядел холодным и уравновешенным. Судя по его взгляду, это точно был он, кто ударил ее. Богатая женщина тут же выругалась, мальчик-игрушка. Пытаешься защитить эту бесстыдную суку. Услышав ее, Лисичен помрачнел еще больше. Увидев лицо Су Цзэ Тянь Си, он почувствовал неудержимую ярость. Подняв глаза, Лисичен держал лицо Су Цзэ Тянь Си и выглядел глубоко обеспокоенным. Ты это ты? Одна из других женщин подумала, что Лисичен выглядит знакомо, но она не могла вспомнить, где видела его. Острый взгляд Лисичена упал на других женщин, и они быстро отпустили Су Цзэ Тянь Си. Никто не удержал ее, и Су Цзэ Тянь Си встала немного шатаясь. Лисичен немедленно заключил ее в объятия. Почувствовав знакомый запах, Су Цзэ Тянь Си разрыдалась, дорогая, мне больно, точка. Лисичен почувствовал, как у него разрывается сердце. Это был первый раз, когда она добровольно назвала его так. Конечно, это было больно, так сильно ушибленно. Внезапно его охватило смешанное чувство гнева, вины и сожаления. Держа Су Цзэ Тянь Си, он прошептал, я здесь. Я здесь, точка. Повернувшись к богатой даме, он сказал, вы заставили мою женщину плакать, очень хорошо. Лисичен сдержал желание ударить этих женщин и приказал, Янг, вызовите полицию, точка. Янг быстро поймал полицейских и сообщил им адрес. Женщины вообще ничего не боялись. Женщина, пришедшая первой, усмехнулась, эта сука сначала переспала с моим мужем. Я только наказываю ее. Не втягивай себя в это. Полиция мне поможет. Знаете, мой муж Фу Цзэ Тянь, точка. Лисичен холодно усмехнулся и сказал, я посмотрю, помогут ли они Фу Цзэ Тянь или Лисичену, точка. Лисичен. Ее муж Лисичен. Друзья богатой женщины стали колебаться. Почти весь Кингстаун знал, что такое Лисичен. Даже эти дамы, которые никогда не обращали внимания на новости. Не было никакого способа, чтобы Лисичен был неразборчивым в связях. Тем не менее, богатая женщина встала и ощетинилась на своих друзей, нет никакого способа, чтобы они были женаты. Она бесстыдная стерва и спит с двумя самыми богатыми мужчинами в Кингстауне, точка. Глаза Лисичена стали еще холоднее, как будто там бушевала снежная буря. Богатая женщина замолчала. Лисичен посмотрел вниз и мягко спросил, милая, ты хочешь отомстить? Су Цин Ци подняла голову, ее волосы были растрепаны, а нежные щеки распухли и посинели. Сердце Лисичена упало. Не дождавшись ответа Су Цин Ци, Лисичен понес Су Цин Ци к богатой женщине. Пораженная, богатая женщина вздрогнула и спросила, что что ты хочешь сделать? Глава 205, это действительно были они, глава 205, это действительно были они, Лисичен не ответил и сказал Су Цин Ци, оставь их в живых, все остальное на мне точка. Богатая женщина была потрясена. Она знала, что Лисичен был способен на это. Молодое поколение смотрело на Лисичен снизу вверх, в то время как старшее поколение смотрело на семью Лис снизу вверх. Особенно полицейские, они очень уважали капитана Ли. Су Цин Ци фиркнула и посмотрела на испуганное лицо богатой женщины. Вскочив, она пнула ногой богатую женщину. Голос богачки, визжавший как свинья, испугал ее друзей. Когда они уже собирались помочь, Ян остановил их. На помощь также пришла охрана университета. «Помогите, помогите!» Воскликнула богатая женщина. «Помогите, убийство!» Она ползала по земле. Увидев ее несчастный взгляд, Су Цин Ци почувствовала себя немного лучше. Ее лицо все еще горело, так что пришлось мстить. Тем не менее, она не спешила, но повернулась, чтобы посмотреть на Лисичина. Лисичин был удивлен. «И это все!» «Не хочу пачкать руки!» У нее были лучшие способы отомстить этой женщине. В этот момент приехала полиция. После того, как они увидели Лисичин, они даже не спрашивали никаких деталей, прежде чем они арестовали женщин. В полицейском участке женщины были взяты под стражу на двадцать дней. Семь вечера. С какими-то документами в руках Чен Ты вошла в гостиную дома Лисичина. «Мистер ли, вот он!» Чен Ты мельком увидел синяк на лице Су Цин Ци, и ему стало плохо. Су Цин Ци посмотрел на документы, которые вы принесли Чину, просмотрел их и усмехнулся. «Действительно, это они точка!» «Так ты знал!» Чен Ты был удивлен! «Меньшего я и не ожидал!» Кроме них, она не могла придумать никого, кто бы использовал фотошип, чтобы настроить ее. Чен Ты покачала головой и сказала, «Я и понятия не имела, что они такие глупые!» «Разве последнего урока недостаточно?» «От старых привычек трудно избавиться!» Су Цин Ци отложила документы и спросила, «А как насчет тех женщин?» «Как вы и сказали, мы не оказывали никакого давления на полицию, и кто-то внес за них залог», — сказал Чен Ты. «Однако она не могла удержаться от вопроса, почему ты позволил им уйти после того, что они с тобой сделали?» Сидя на диване, Ли Си Чен многозначительно посмотрел на нее и спросил, «А как же то, что я просил тебя сделать?» «Все сделано!» «Это просто!» Чен Ты был немного нерешителен. «А это не слишком много!» Су Цин Ци моргнула и спросила Ли Си Ченя, «Что ты сделал?» «Приобретение точка!» Чен Ты думал, банкротство перед приобретением!» Она была уверена, что завтра в газете появится заголовок «Финансовая группа Ли». «Мистер Ли действительно сделает все для своей жены!» «Ну и что же?» Су Цин Ци была поражена. «Тогда как насчет компании Фу Цзетянь?» «Можете ли вы также приобрести его?» Друзья-богачки были всего лишь ее приспешниками, но Фу Цзетянь уже больше десяти лет был магнатом в Кингстауне. «Не сейчас, но очень скоро точка!» Ли Си Чен посмотрел на Су Цин Ци и мягко сказал, «Это ваша заслуга, потому что это ваша идея точка!» Су Цин Ци выглядела озадаченной. Все, о чем она думала, это как заставить богатую женщину страдать. Почему именно ей пришла в голову идея приобрести компанию Фу Цзетяня? В виде ее замешательства, Ли Си Чен встал и сказал, «Пойдем!» Пришло время им заплатить за то, что они сделали точка. Глава 206. «Наихудшая удача» глава 206. «Наихудшие везения для успешного бизнесмена званые обеды» были самым обычным делом. Много выпив, Фу Цзетянь увидел тень, когда он мочился в мужском туалете. Он не обратил на это никакого внимания, подтянул штаны и отвернулся. Однако на голову ему надели мешок. Почувствовав какой-то странный запах, он потерял сознание. Когда он снова проснулся, Фу Цзетянь увидел рядом с ним хорошенькое личико. Девушка вдруг села на него сверху, посмеиваясь, «Мистер Фу, вы проснулись!» Фу Цзетянь был человеком, который очень любил секс, но его чудовищная жена никогда не позволяла ему получить то, что он хотел. В этот момент он никак не мог контролировать себя. Фу Цзетянь проигнорировал ситуацию и обнял хорошенькую девушку, бессмысленно колотя ее кулаками. Однако кто-то уже стучал в дверь. Фу Цзетянь помедлил, а затем прибавил скорость. Девушка стонала все громче и громче, заставляя людей за дверью осознавать, что происходит. Это был обычный мотель, поэтому номер не был звуконепроницаемым. Услышав шум, богатая дама, которая ждала снаружи, запаниковала и постучала в открытую дверь. Эти двое вовсе не собирались останавливаться. Звук удара плоти о плоть и тяжелое дыхание были громкими и отчетливыми. Увидев, что этот человек действительно Фу Цзетянь, богатая дама разрыдалась. «Ты, сукин сын, изменяешь мне с двумя женщинами одновременно, точка». Услышав голос жены, Фу Цзетянь был потрясен. Дрожа всем телом, он сбросил свой груз. Богатая дама была еще более рассержена, схватив за волосы вторую женщину, которая ждала на обочине, рыча, «Черт бы тебя побрал, сука!» «Я убью тебя!» Эта женщина уже много лет занималась проституцией. Ей уже не в первый раз приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Когда ее схватили за волосы, она быстро ударила головой в лицо богатой леди. Богатая дама была сбита с ног. Женщина усмехнулась, «Твой мужчина не интересуется тобой!» «Вы не можете винить в этом других, точка!» Женщина, которая была в постели с Фу Цзетянь, спустилась вниз, чтобы одеться, жалуясь, «Я думала, что ты жеребец, но ты закончил менее чем за три минуты!» «Как же глупо!» Фу Цзетянь почувствовал, что его мужское эго было брошено вызов, и хотел поймать эту женщину, но она быстро убежала. Раздраженный, Фу Цзетянь сильно пнул свою жену. «Что ты здесь делаешь?» Богатая дама вскрикнула со слезами, «Черт бы тебя побрал!» «Я ждала тебя дома, а ты был здесь и изменял мне, точка!» «А что в этом плохого?» «Я уже достаточно натерпелся от такой свиньи, как ты, точка!» Вспомнив о том, что только что произошло, Фу Цзетянь ощетинился, «Черт побери, ты только и делаешь, что тянешь меня вниз!» «Мне не повезло выйти за тебя замуж, точка!» Услышав это, богатая дама воскликнула, «Сукин сын!» Су Цзетянь продолжала слышать крики через свой компьютер, чувствуя себя плохо из-за жены. Глава 207, пусть игра начнется, глава 207, пусть игра начнется, теперь Су Цзетянь поняла, почему эта женщина впала в такую истерику трудно было не понять, учитывая человека, за которого она вышла замуж. Кадры, на которые смотрела Су Цзетянь, были сняты камерой, которую Лисичен держал у кого-то на дне сумки богатой дамы. С этого угла были видны ноги Фу Цзетянь. Внезапно камера с громким криком отключилась. Она услышала крик богатой дамы и звук того, как мужчина избивает женщину. На следующий день это видео появилось на УИБА и быстро стало вирусным. Фу Цзетянь понятия не имел, что его жена будет публиковать что-то подобное. Затем компания Фу Цзетянья пережила огромный кризис, который уже нельзя было спасти. В тот же день совет директоров Фу Цзетянь отвернулся от него, поскольку они отменили свое сотрудничество с ним, в результате чего Фу Цзетянь потерял дюжину миллиардов долларов. Пресса пришла в дом Фу Цзетяня, публикуя заголовки о его компании. Все догадывались, что это может быть судный день для Фу Цзетянь. Тан Мэнсен быстро узнал все об этом. Чем больше она узнавала, тем больше ей становилось не по себе. Как только занятия в школе закончились, Тан Мэнсен быстро взяла свои вещи и выбежала из класса. Ливэя случайно вышла из своего класса и позвала Тан Мэнсена. «Мэнсен, подожди. Это для тебя точка». Тан Мэнсен повернула голову. Ливэя держала в руке подарочную коробку, а внутри лежали красивые наручные часы. Удивился Тан Мэнсен. «Для меня». «Для меня». «Ну да». Ливэя подняла руку. «У меня тоже есть такой». Цзетянь дал его мне, и они были в том же наборе. Она попросила меня отдать его моей лучшей подруге точка. «Услышав это от суцинцы, Тан Мэнсен смутился и сказал, забудь об этом. Мне от нее ничего не нужно, но это же знак нашей дружбы. Я не хочу отдавать его никому другому. Просто возьми его точка». Тан Мэнсен увидел умоляющее лицо Ливэи и вынужден был кивнуть. Ливэя улыбнулась и надела часы на запястье, сказав, не снимай их. «Мы пойдем ужинать вместе, точка». «Окей, точка». Избавившись от Ливэя, Тан Мэнсен быстро вернулся домой. После того, как ее отпустила финансовая группа Ли, Тан Мэнсен остался дома. Тан Мэнсен потянула Тан Мэнсена в свою комнату, как только она вернулась. «Сестра, ты смотрела новости?» Загадочно спросила она. «Я не знаю, что это такое, точка». «Да». «Я не ожидал, что Ли Сичен будет так безжалостен на этот раз». Это была просто пощечина Су Цин Цзы, и он почти разорил бизнес Фу Цзы Тяня точка. Тан Мэнсен услышал всю серьезность происходящего и поспешно спросил, что же нам делать, сестра. «Если бы он узнал, что это мы послали фотошоп той старухе, разве это не было бы плохо для нас?» «Не беспокоиться». «Нет никакого способа, которым он мог бы узнать». Тан Мэнсен звучал уверенно и насмешливо, «я мог бы заставить ее потерять своего ребенка, и никто бы не сомневался во мне». «Если ты никому не расскажешь об этом, кто может узнать?» «Но, нет, но». «Быть умным». «Все, что было у Су Цин Цзы, это поддержка старого капитана». «Ну, у меня есть поддержка Цин Шухуа». «Когда капитан умрет, это будет наше время точка». Однако никто из них не заметил, что на наручных часах, которые только что надел Тан Мэнсен, горел тусклый красный огонек. Глава 208 «Держись там, Цин Цань». Надев наушники, Су Цин Цзы слушала разговор, записанный на наручные часы. Заметив, что Ливэя отдала часы, Су Цин Цзы улыбнулась, и ее пальцы заплясали по клавиатуре. Она набирала в чате с Луиханем «Дай мне знать точка». «Дай мне десять минут точка». Когда Луихань позвал ее, Су Цин Цзы случайно услышала уверенный тон Тан Мэн Йина. Руки Су Цин Цзы дрожали. Ее сотовый телефон упал на пол. «Я могу сделать так, что она потеряет своего ребенка, и никто не будет сомневаться во мне», положив руки на плоскую нижнюю часть живота, сердце Су Цин Цзы задрожало. За всем этим стоит Тан Мэн Йин. Тренер Джин был нанят ею. Су Цин Цзы даже дала Тан Мэн Йин преимущество сомнения и планировала идти легко на нее. Однако в этом больше не было необходимости. Никто не ответил на звонок, поэтому Луихань послал вопросительный знак в чат. Су Цин Цзы спросил, есть какие-нибудь догадки? Луихань написал, я поговорю с тобой по телефону, точка. Когда телефон зазвонил снова, Су Цин Цзы подняла трубку и услышала, как Луихань сказал, я понял, точка. Сердце Су Цин Цзы упало, когда она попросила Луиханя продолжать. Я проследил информацию об IP-адресе Танг Мен Йинг и обнаружил, что у нее было три. Один для работы, один для личного пользования, а еще один постоянно отключался. Однако он был активирован только сейчас, точка. Су Цин Цзы подумала, что Тан Мэн Йин наверняка нашел кого-то, кто помог ей. А где она базируется? Пока не уверен. Однако Тан Мэн Йин определенно стоял за инцидентом с тренером Цин. Я думаю, что она определенно примет меры в ближайшее время. Вы использовали прослушку, которую я вам дал. Вы что-нибудь получили от него? Да, вы не могли бы заняться этим позже. Я думаю, что это сложнее, чем мы думаем, точка. В наушниках Тан Мэн Йин все еще говорил через прослушку. Су Цин Цзы внимательно следила за обоими разговорами. Тон Тан Мэн Йин внезапно изменился, привлекая все внимание Су Цин Цзы. Она сказала, ну и что? Если мы не сможем заполучить ее на этот раз, у нас будет еще один шанс. Разве старый капитан не устраивает ей пресс-конференцию? Мы дадим ей огромный подарок в то время. У меня все еще есть больше фишек на руках. Этот идиот Су Цин Цзы мне даже не ровня, точка. Какой подарок? С любопытством спросил Тан Мэн Йин. К тому времени ты уже все поймешь. Тан Мэн Йин не ответил ей. Услышав мелодию звонка, Тан Мэн Йин сказал, мне звонят. Выйди на минутку, точка. Тан Мэн Йин ушел, и голос Тан Мэн Йин исчез. Су Цин Цзы поспешно сказала в трубку, и Хань, не могли бы вы прослушать звонок Тан Мэн Йин? Луи Хань лениво ответил, я уже делаю это. Я пришлю тебе запись позже, точка. Через несколько минут Луи Хань сказал, что все готово. Су Цин Цзы поспешно спросила, что это. Луи Хань заикался, я все слышал. Но сначала ты должен собраться с силами. Это не очень хорошая новость, точка. И что же они сказали? Они собираются встретиться сегодня вечером, точка. А что потом? В чем же плохая новость? Луи Хань колебался некоторое время и спросил, ну, мистер ли рядом с вами? Су Цин Цзы заметила перемену в том, как Луи Хань называл Лисичен. Обычно он просто говорил, твой муж, точка. А что это такое? Скажи мне. Взять себя. Субтитры сделал DimaTorzok